шанс там даты слот сити но в отношении россии еще расскажу я абсолютно уверен что как бы да все наши проблемы они исходят изнутри да это начинается от стратегических ошибок заканчивается так сказать внутренним разложением или скажем завышенными ожиданиями вот давайте на себе откровенно скажем все наше расстройство по поводу украинской поле вот украинской ситуации связано с завышенными ожиданиями мы сами вернее так сказать да те кто все это планировал до завысили ожидания от этой ситуации и теперь как бы да не получив завышенных ожиданий как бы нас это вот мы все значит расстраиваемся нервничаем как бы не понимаем когда и чего и как и так далее так далее а почему такой форум проходит в будапеште они в москве вот сколько лет подряд про это говорим да ты сказать но почему пока побоятся к нам их но павел это же тема она была актуальна и два года назад и три года назад и пять лет назад и 10 лет назад и об этом говорили много раз но почему это происходит не могу почему антиамериканский форум инициатором является мадуро они мы почему вот какая-то странное какое-то торможение непонятное как будто как в вату все опирается сколько раз я про это говорил опять же не да не дадутся да почему этого не делать вот реально хочется так сказать вот как я фондом занялся меня никто не просил как бы да я вообще не уверен что еще таскать за это не накажут потому что говорят спасибо родине что не наказала вот но вот честное слово тут придется вот заниматься самостоятельно этим потому что какое-то непонимание и торможение как вватив какой-то да по вопросам совершенно очевидным то что мы этого не хотим понимать то что мы не хотим этим заниматься говорит о косности мышления тех кто принимает в этой сфере решения косность мышления мы завязли в двух вещах значит рассуждение о международном праве и разговор о деньгах бесконечное на мой взгляд это все в том числе такие атавизмы позднесоветской эпохи мы все так сказать думаем о социализмах и капитализмах еще раз повторю ну вот всем сторонникам то сказать говорят где наша дайте нам идеологию и многие подразумевают что надо вернуться к коммунистической идеологии ну попробуйте верните это не сработает ну просто не сработает это не сработает внутри страны не преувеличивайте то сказать до стремления как бы всех людей якобы вернуться в советское прошло я напомню что когда советский союз развалился никто не вышел его защитить не надо быть дураком да и не надо как бы до оценивать ситуацию криво и неверно потому что из этого ничего не выйдет предложим завтра взял президент путин искал короче мы тут решили россия вот представьте вот завтра прям до россия возвращается так сказать к социалистическому проекту и это сигнал всему миру все за нами и чё будет вот чё будет вот так вот так вот ну по-честному посмотрите на это я могу сказать чтобы некоторые страны поддержат страны которые можно наверное а пальцев одной руки не хватит если честно да а вот что будет могу сказать от вас отвернется например весь исламский мир весь и не строить иллюзии весь в том числе как бы продают права проблемы здесь внутри страны от вас скорее всего отвернется большая часть африки все остальные займут оппозицию недоумения и может быть только 45 стран на всем мире скажут нам конечно это очень удивительно но можно об этом поговорить и все это превратится в пшик это лопнет как мыльный пузырь внутри современного китая при декларации таскать то его приверженности коммунизму и социализму ситуация внутренняя гораздо более как бы мягкая и гораздо более многоуровневый многогранная так вот аккуратно скажу чем она была даже в позднем советском союзе это же очевидно очевидно и второе но покажите мне где китайцы пытаются продвигать идеи социализма за пределами китая где в какой стране не в какой а знаете почему павел потому что они трезво оценивать ситуацию я вполне так сказать допускаю что китайские как бы руководители верят в идеи социализма и коммунизма но почему-то за пределы кита не выносят потому что они трезво оценивать ситуацию в отличие от нас одна из как бы проблем как бы до нашего нашего тоже то сказать что называется сообщества это иногда излишняя экзальтация как бы да и на такая романтизация приводящие приводящие к неверной оценке ситуации а неверная оценка ситуации приводит к пункт неправильному прогнозу они правильный прогноз приводит неправильной подготовки неправильной подготовка приводит к неудаче все Но сделать из этого международный проект невозможно, по крайней мере, на данном историческом этапе. Невозможно. Для этого нужно очень глубокое переосмысление и еще лет сто, как бы, так сказать, этого самого зазора исторического, понимаете? Проблема включения Украины НАТО – это не проблема безопасности Украины. Украина – донор безопасности. Это проблема безопасности НАТО, вернее, решение проблемы безопасности НАТО. И это Стоутенберг прекрасно понимал. И фактически он сказал очень простую вещь. Что в первый день после победы Украины она будет принята НАТО. И вот именно закрепить эту мысль и ставил свою задачу визит Зеленского именно в эти страны. Они же ненадушны. Да, они бедно принимают Украину. Вы можете меня спросить, а почему не сегодня? А не сегодня, потому что сегодня тогда бы потребовалось умирать сегодня воинам других стран. А к этому они не готовы, мы это понимаем. И мы сходим с того, да, к этому они не готовы, но это они могут компенсировать максимальными поставками оружия. А после поражения России единственной серьезной гарантией безопасности Западной Европы становится прием Украины в НАТО. Я не вижу здесь никакой проблемы, никакого противоречия. Но то, что закрепляет эту точку зрения Зеленский своим визитом именно в северные страны, которые это прекрасно понимают и требуют для своей защиты прежде всего включения. Давайте вот это поймем. Эти страны, и это не только они, это, конечно, и Польша, и Румыния. Эти страны кровно заинтересованы в вступлении Украины. Надо больше видеть в украинской армии свою защитницу. Так что здесь все нарративы очень сильно изменились за годы войны. Вот я говорил о том, что очень позитивно изменение позиции республиканской партии, когда эстеблишмент республиканца занял. Но никуда не делалось левое крыло демократической партии, которая всегда скептически. Вы помните же, летом было письмо 50 конгрессменов Байдену, что не надо так помогать. Они как связаны с Сандерсом, большей своей частью. Это вот это крыло? Это левое крыло их, понимаете, для этих людей вообще Америка, их страна враг. Это левая идеология исходит от того, что это империалистическая Америка, ее любое вторжение и использование вооруженных сил в Соединенных Штатах за рубежом, это преступление против человечества. Ну, помните, как Обама начинал свою деятельность, путешествовал по разным странам, и здесь извинялся за преступления американской военщины. То есть они, вот эти люди, вот все эти, тот же Сандерс, вот этот сумасшедший Херш, который выдумывает все время новый, генеральный лингвист Холмский. Вот это как те интеллектуалы 30-х годов. Тогда в Америке в престижном высших университетах, как бы сказал господин Симонян в Нью-Йоркских гостиных, быть агентами НКВД. Ну, тогда это, они могли объяснять это, как Советский Союз, это надежда человечества в борьбе там против Гитлера и так далее. Но вот эти симпатии, левация, то есть я что хочу сказать, они не столько против Украины, как таковой, а против Украины, потому что Запад, уже Украина символ Запада, Западная коалиция и так далее. По данным Гардиан, киевскому режиму сказали сосредоточить усилия на прорыве обороны армии России на Запорожском фронте, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Информацию о тайном совещании подтвердили в офисе Зеленского. Его советник Подоляк сказал, что подобные консультации заложенного и западных военачальников проходят регулярно, но содержание этих бесед публично обсуждать Киев не станет.